Привет, друзья, с вами Маркович, и сегодня мы посмотрим игру под названием New Home Medieval Village. Это градостроительный симулятор средневековья, в котором мы с вами будем строить свою деревню. Ну и как обычно по классике, нам нужно будет за ней присматривать, присмотреть также за сельчанами, обеспечивать деревню ресурсами, строить разнообразные специальные здания, удовлетворять потребности населения и так далее. Ну что ж, давайте познакомимся с данной игрушкой. Ну и для начала нам, собственно, предстоит назвать наше поселение, естественно. Можно выбрать сложность, есть, собственно, легкая, средняя, сложная, и стартовый сезон, ну пускай она будет весна. Также можно выбрать карту, здесь есть три варианта, маленькая карта, средняя и большая. Ну давайте среднюю возьмем, что ли. А вот, собственно, игра и начинается. Давайте мы посмотрим, что у нас с вами здесь есть. У нас с вами здесь название, да, прогресс уровня. Собственно, будем разблокировать разные здания, видимо, этими самыми уровнями. Вот, есть у нас начальные денежки, 25 тысяч, ну и сложность заключается именно в начальном стартовом капитале. Изначально у нас с вами 25, на легком будет 50, на сложно будет еще меньше. Количество поселения, здесь у нас ресурсов вообще никаких нету, и привлекательность нашего поселения. Также она будет влиять на, скажем так, качество приезжающих граждан к нам, да. С них у нас вместе, естественно, время идет, показано, какое у нас сегодня число, год и так далее. Здесь у нас всякие разные панельки есть, которые мы с вами еще попозже посмотрим. Давайте на карту глянем. Ну, вот такая вот карта, отсюда будут приплывать, прибывать корабли, да, с новыми поселенцами как раз таки. Ну, и здесь нам с вами нужно будет построить место, куда они будут, конечно же, причаливать. Ну, карта не то, что прям большая, вот такая вот она здесь есть. Что ж, начинаем мы с вами вот с чего. Нам с вами для начала нужно будет построить доки, да. Док мы с вами здесь строим, чтобы корабли могли причаливать и, соответственно, привозить нам новых ребят. И не только ребят, на самом деле, но еще и смогут они приносить, привозить нам ресурсы разнообразные, которые нам с вами нужны будут, вот, естественно. Поэтому давайте, да, ну, можно прям здесь под центр и бахнуть, в принципе. Я думаю, это без разницы. Здесь немножко больше выступает. Какие-то, правда, еще непонятные камни есть, но я думаю, что все нормально будет. Строим доки, соответственно, да, тратим первые деньги на это, естественно. И, само собой, нужно дорожное сообщение. Это здесь тоже все имеется. Мы с вами можем строить дороги. Причем дороги мы с вами можем, ну, понятное дело, прилепляем сюда. Можем строить просто прямые, можем как бы вот такими вот извилистыми их строить, если хотим. Ну, я думаю, что мы с вами просто куда-нибудь вот сюда сейчас завернем. В лесок, так сказать. В густоту туда, в гущу самую. Вот, и для того, чтобы к нам начали прибывать ребята здесь, нам нужно построить хостел, где они будут селиться, а уже потом только мы с вами сможем их расселять. Ну, точнее, они будут расселяться по домам. Ну, что ж, давайте строить. Нам нужен хостел, чтобы они прибывали сюда, да. Ну, и, само собой, это игра про зонирование тоже, да, поэтому, опять же, у нас там всякие появятся библиотеки, участки полицейские, колодцы, и у них у каждого будет свой радиус. В принципе, мы с вами даже сейчас можем на примере колодца посмотреть. Вот. То есть, как обычно, да, строим райончик, вокруг него потихонечку там дома обустраиваем и все остальное. Поэтому давайте прикинем. Если мы с вами ставим здесь колодец, то вот примерно здесь и нужно будет нам с вами ставить хостел и все остальное в этом радиусе. Давайте так и сделаем. Так, ну, можно чуть поближе, в принципе, можно здесь построить. Разницы особо нету. Строим колодец сразу, давайте. Строим хостел. Здесь рядышком тоже, получается, к дороге. И сейчас к нам уже смогут прибывать люди, по идее. Вот, да, корабль появляется. Как видите, уже сейчас к нам придет. Мы с вами сможем, во-первых, ресурсы закупить вначале. Нам нужно это будет сделать. Вот, чтобы людям было что есть, носить и так далее. Ресурсов не то, чтобы здесь прям супер много, но вот какое-то количество есть. Здесь одежда, древесина, топливо, да. Специи, есть напитки, есть мясо, есть зерно, есть что у нас, овощи и фрукты. Это с вами потихонечку, ну, с вами все будем тоже производить, выращивать там, делать и так далее. Ну, вот, собственно, первый кораблик. Сейчас он прибывает. И мы с вами увидим, как люди высаживаются. Вот, да, они побежали сейчас занимать хостел. И мы с вами, у нас есть некоторое время, чтобы купить ресурсы или продать. Но продавать нам пока нечего, поэтому покупаем. И покупаем вообще все. Все необходимое. Купили, потратили денег. Но, конечно же, здесь качество низкое. Ресурсов мы с вами будем делать там получше. Все эти ресурсы. Так или иначе, начальные ресурсы у нас с вами есть. Как видите, цифры обновились. В принципе, нам больше открабляют этого ничего сейчас и не нужно. И люди здесь идут. Сейчас они будут заходить сюда. И мы с вами здесь вот видим на индикаторах потребности, скажем так, да. Что им нужно. То есть, бедные дома для начала, да. Или плохое рабочее место. Также здесь есть вот фермы. Где будет производиться еда, естественно. Фруктовые сады, домашние скоты. Или просто рабочие места, где они будут работать. Которые будут нам налоги приносить, да. Ну, чтобы как-то мы с вами в плюс выходили. Вот. Начнем давайте с фермы, я думаю, в принципе. Ферме тоже нужна вода и все прочее. Насколько я понимаю, сейчас мы с вами это проверим. Давайте прямо здесь напротив ферму-то и построим. Шибко большую делать не будем, наверное. Примерно такую, плюс-минус. На самом деле, такой фермы хватит за глаза и за уши. Потому что производить она будет довольно много всего. По сути, можем посмотреть. Пока что низкое качество. У нас с вами здесь будут овощи выращиваться. Вот. И в здании есть доступ к воде, как видите. То есть написано, ну, в общем-то, что наверняка неплохо. По поводу того, по производству, да. И потребление можно посмотреть здесь, в принципе, в отдельном окне. Сколько мы потребляем, сколько производим. Здесь 16 производств у нас есть, но здесь тоже написано 16. И потребление всего лишь один. Это в день, я так понимаю. Вот. Так что, в принципе, у нас идет в плюс. Мы с вами потом сможем это продавать как раз таки. Что ж, нам требуются дома. Там уже на поле что-то есть, чтобы люди расселялись потихонечку отсюда. Ну, вот, собственно, сейчас мы с вами будем смотреть, что куда и как. Так, можем глянуть, естественно, здесь вот, так сказать, получше, да, обзорчик, чтобы было. Но, к сожалению, к сожалению, я так понимаю, что когда мы с вами просто выбираем что-то другое, то обзор исчезает. Да, очень удобно, конечно, но в целом, да ладно. Если что, колодца можно будет поставить еще где-то. Там подальше, например, и что-то типа того. Можно, в принципе, на колодец нажать, посмотреть, как оно выглядит в целом. Вот таким макаром. И потихонечку дальше будем тоже застраивать. Давайте уже вот, наверное, в разные стороны сейчас дороги сделаем. Так, аккуратненько, тихонечку. Вот так вот. И здесь тоже можно будет уже, в принципе, потихоньку строить на этом перекрестке. Тут еще оставим место, я думаю, для зданий как раз-таки специально, которое у нас потом появится. Ну, вот такими зонами будем обозначать места. Они потихоньку будут на них начинать строить. Все вот это вот. И туда люди будут, естественно, переезжать у нас. Сейчас у нас 8 человек. Живут они все здесь, естественно, да, пока что, потому что жить им больше негде. Вот, ну и мы с вами сейчас построим еще побольше домиков. Давайте. Можем построить здесь, с этой стороны, в принципе, еще один, да. Я думаю, ничего страшного не будет. Можем построить это здесь. А я думаю, что мы с вами сделаем вот как. То есть примерно плюс-минус сколько у нас там должно быть места. Вот так вот. Ну, где-то здесь дорогу еще проведем. Опять же, сейчас как получится. Там на глазок примерно плюс-минус. Вот. Хватит ли столько места? Не уверен, мне кажется, надо немножко подальше. Давайте чуть подальше проведем. Даже если какое-то расстояние будет, ничего страшного, в принципе. Вот. И я хочу дороги дома сюда построить, в эту сторону просто. А, ну да, можно было поближе делать. Ну и ладно. Нормально. Ставим здесь дома, в принципе. Вот. И люди сразу пошли занимать те самые дома, как мы видим. Вот они здесь и выходят, и идут жить, так сказать, селиться в домах. Мы с вами вот еще как можем сделать. Я думаю, давайте сейчас домики поставим. Вот сюда прикрепим просто. И типа, да е-мое. А. Хотя. Ну да, она все равно крепится, так или иначе, сюда. Итак. Мы с вами сейчас... Ой, еще люди привыкли, кстати, к нам на корабле. Можем купить еще, кстати говоря, ресурсы пока что. Потому что у нас их не то чтобы супер много было, да. Давайте купим все еще раз. Потратим еще немножко денег. У нас 15 тысяч там остается. Чуть-чуть совсем. Вот я дорогу поближе сделаю. Сейчас мы с вами будем домики строить. И надо какие-то рабочие места для них придумать тоже. Потому что им надо где-то работать. Не только жить, естественно. Так. Я пока оставлю место, как я уже говорил, для других зданий. У нас, в принципе, здесь есть вспомогательные здания. Называются они. Вот. Они чуть пониже. Но, как видите, уровень 2 нам с вами нужен. Пока уровень 1, да. Значит, на втором уровне у нас появятся поликлиники. Ну и точнее полиция, библиотека. И так далее. Пожарная станция и так далее. Ну, собственно, здесь будет выше уровень. Будут разные всякие штуки интересные. Появляются там пивовары у нас. Дровосек. Получается, портной. Посадки какие-то еще. Ну и тут пока еще ничего не готово. Недоступно. К сожалению, так сказать. Так, ладненько. Давайте смотрим по индикаторам. Опять нам с вами что нужно? Ну, можно вот фруктовый сад, например, да, еще где-то поставить. Можно, например, еще там сделать какие-то другие штуки интересные. Фруктовый сад можно где-то вот здесь, допустим, сделаем. Сейчас мы с вами давайте. Уже не ошибка. Блин, кривоватенько. Так, давай-ка, наверное, по дороге все-таки по этой сделаем. Плюс-минус. Ну, такой вот сад. Можно огромный сад сделать, чтобы там просто много всего выращивалось. Вот он, собственно, сад. И если мы с вами нажмем на него, тоже будет видно, что там будет производиться. Но пока низкое качество, потому что, я так понимаю, людей мало работает. Точнее, вообще ноль работников. Вот. И надо домики, конечно, им строить тоже, чтобы они заселялись. Приезжали к нам сюда. Торожку здесь еще одну сделаем. Ну и пока наблюдаем просто в основном за водой, конечно же, да. Вот здесь, например, в эту сторону уже, в принципе, место не особо, чтобы есть. Можно построить здесь там что-нибудь еще. Можно здесь построить еще что-нибудь. Но либо мы с вами ставим просто еще один колодец, да, как вариант. Обычно вот таким образом, чтобы здесь захватывало тоже место все это. Я думаю, что мы с вами будем строить в эту сторону. То есть мы, в принципе, с вами колодец-то можем сделать аж вот так вот на самом деле как-нибудь. Там уже потом привяжем как дорогу, как, так сказать, пойдет у нас сами. Допустим, отсюда, допустим, куда-то вот в эту сторону просто дорогу запустили. И здесь то же самое. Так, давайте прямо дорогу и немножечко вот сюда, в эту сторону, скругленится, сделаем. Получается, вода и там, и там есть. Здесь, конечно, здания рабочие, ну, точнее, специальные здания доставать не будут. Поэтому это можно, в принципе, пустить под рабочие места, например. Хотя, как бы, я думаю, что им тоже нужны разные здания. Но, в общем, посмотрим сейчас. Давайте парочку построим. Здесь парочку еще вот здесь. Зданий мы с вами сделаем. Вода пока будет у них. Рабочие места, я думаю, тоже сейчас и будут заниматься. Сад у нас готов. И мы с вами давайте еще, наверное, чуть-чуть. Давайте ускоримся, во-первых. Вот здесь здания построим. Я не уверен, насколько большие там эти специальные здания. Но, в принципе, место какое-то у нас с вами здесь есть. Вот еще корабль к нам прибыл. Я думаю, что мы с вами закупим ресурсов. Но не всех. А вот, например, одежды пока закупим, да? Давайте закупим одежды. Давайте мы с вами закупим что? Мясо пока что закупим еще немножко. И все. В принципе, остальное у нас уже много. Даже можем продавать. Так. Я закупаю одежду купить. Я закупаю мясо купить. Мы с вами можем также продать. Продажа ресурсов. Вот у нас с вами, допустим, много уже довольно-таки овощей. В принципе, половину. Ну, допустим, 600 единиц мы продадим. Получим 235 денег за это. В принципе, ну, хоть какие-то копеечки уже у нас с вами идут. И вот так вот от корабля до корабля мы с вами будем, грубо говоря, жить, да? И люди будут к нам потихонечку приезжать. Так, рабочие места потихонечку строятся тоже у нас с вами здесь. Здесь какое-нибудь специальное здание. Здесь тоже пускай оно будет. Ну, а мы с вами чуть подальше просто вот возьмем. Здесь тоже начнем дома взводить. Вот так вот. Плюс-минус потихонечку, да? И люди сюда будут заселяться. Главное, чтобы у них вода здесь была как раз вот ровненько получается, да? Вода и все остальное. Шикарно. Второй уровень мы с вами достигли. Поэтому здесь можно уже будет сейчас нам с вами строить разные другие здания интересные, которые появились у нас. Да, это вспомогательные здания. Плюс еще таверны, кстати, есть. Так. Содержание 50. Развлекательный комплекс с 10 аттракционами. С 10 аттракционами. Неплохо. В деревне. Рассчитано, наверное, на 200 жителей. Это хорошо. Значит, клинику давайте мы с вами поставим. Вот как раз где-то вот здесь в центре, да? Чтобы у нас захватывало все оно. Я думаю, ближе к этой стороне поставим все-таки. Здесь в центре будет стоять. То есть можно будет здесь еще жителей поставить. Ну, или бы что-то еще. Конечно же, здание тоже требует, собственно, содержание какое-то. У нас с вами сейчас содержание довольно нехило. Три сотни. Доходы всего лишь 158. Мы можем налоги повышать пока что, например. Это будет, конечно, немножко плохо сказываться на настроении наших жителей. Но в целом мы с вами за счет вот таких налогов сможем немножечко урезать, скажем так, расходы. И выживать от корабля до корабля. И там уже продавать все ресурсы, которые мы с вами производим, естественно. Давайте налог на сельское хозяйство тоже врубим побольше. Вот. Ну, это уже 219, как видите, да? Здесь 298 расходов у нас получается. Можно брать кредиты, насколько я понимаю. Здесь, да, количество, срок, выплаты и так далее и тому подобное. Но пока что обойдемся без них. У нас 7 тысяч еще с вами есть. Поэтому, в принципе, я думаю, все будет так нормально. Здесь люди работают средне качество у нас получаются фруктов, что, в принципе, довольно неплохо, как по мне. Здесь у нас с вами тоже люди работают. И давайте еще что-то поставим, где люди смогут работать. А именно, например, домашний скот, да? У нас этого еще нету. Добра можно где-то вот, например, здесь, я думаю. Тоже как-нибудь сейчас с вами сделаем. Вот такое вот примерно пространство. И здесь, я думаю, что тоже будет вращиваться скот у нас. Надеюсь, люди сейчас пойдут туда тоже работать. И все будет замечательно и хорошо. Ну и нужны новые дома еще для наших людей. Само собой, как же без них. Мы с вами сможем здесь дороги немножко дальше расширить еще, в принципе. Каким-то таким вот образом. Ну, опять же, на глаз там плюс-минус, да? Дома также построим. Проверяем сразу, что у нас там. Ну, здесь можно дома спокойно строить. Да, здесь у нас всего хватает. И воды и всего остального, в принципе. Я думаю, что как раз этим-то сейчас здесь тогда и займемся. Давайте еще четыре домика поставим, чтобы люди могли образовывать семьи, так сказать. Съезжаться и все вот это вот. Что ж, хорошо. Это у нас с вами есть. У нас с вами можно отделение полиции также построить. Содержание, правда, 150. Довольно дорогое. Здание, да, у нас пожарная. Сколько? 120. Клиника. Соточка всего лишь. Библиотека 80. Угу. С небольшим покрытием. Ну, можем поставить здесь библиотеку, к слову говоря. Которая охватит как раз-таки тоже все наши практически имеющиеся дома. Давайте поставим библиотеку. Хочу библиотеку. И тогда здесь, может быть, если поместится. Да, еще один домик отлично помещается. Шикарно. Все, ставим. И смотрим, опять же, давайте на ресурсы. Так, нам приехали ребята. У нас есть что им продать на самом деле. У нас есть продать очень много и фруктов, и достойного качества овощи. Так, ну здесь 500 продаю сразу продать. И здесь давайте продадим 800 примерно. Плюс-минус продать тоже. Вот и денежки немножечко у нас с вами все-таки сейчас пойдут. Что хорошо. 303, 384. По-прежнему, конечно, у нас с вами, как видите, много очень, скажем так, издержек. Но сейчас у нас, возможно, обучение какое-то пойдет некое. Мы можем, кстати говоря, посмотреть информацию по каждому домику, в принципе, при желании. Можем что-то глянуть и смотрим, что у нас здесь. По эффективностям есть образование. Да, вот здоровья, безопасности нет. И пожарного тоже пока что, к сожалению, еще не имеется. Но это все тоже расходы. Поэтому я думаю, что пока что мы с вами попременим с этим. Так, и давайте посмотрим по ресурсам. Фруктов мы потребляем 3, получаем 23. Овощи 3, это 16 здесь получается, да. Зерно бы неплохо делать. Мясо тоже очень много производится у нас, в принципе. Но остальное пока что все закупаем, на самом деле. Потому что вариантов-то особо больше у нас с вами сейчас никаких здесь и нет, получается. Ну что же, от нас требуются еще дома. Естественно, поэтому сейчас мы с вами этим займемся. Давайте сюда еще домиков поставим. Как раз у нас, в принципе, и вода есть. И есть местечко, да, где можно поставить. И новые люди здесь спокойно заселились. Я, в принципе, колодцы уже здесь подготовил. Просто поставил где-то там внутри леса, чтобы они, главное, здесь охватывали территорию. Я так понимаю, это, в принципе, просто здесь так и работает, на самом деле. Вот, можно еще поставить где-то здесь. Но это, конечно, тоже все, понятное дело, требует запасов, так сказать, денежных. У нас денег, к слову, не так много осталось. Уже меньше тысяч, ой, точнее, меньше двух тысяч. Что не круто, на самом деле. Ну что ж, будем как-то копить. Будем смотреть, что у нас здесь получается. Ну да, да-да-да. Как видите, расходы, так сказать, растут пока. А вот здесь. Получаем-то мы с вами налогов маловато, конечно, все еще. Но ничего. Сейчас будем смотреть. Так, монеты потрачены, монеты потрачены. Та-та-та-та-та-та-та-та. Разблокируем на следующем уровне школа. Хорошо, замечательно. Ну что же, продолжаем. Продолжаем в том же духе строить и все вот это вот заселять, конечно же, наше пространство. Чтобы всем всего хватало, главное, все было хорошо, чтобы... Да, главное. Вот, ну и будем продавать излишки, опять же, которые сейчас пока что производим. Здесь уже среднего качества у нас мясо получается. Делается так. Так, здесь у нас с вами тоже среднее качество. И здесь у нас приемлемое, так понимаю, достойное качество. Вот так вот оно называется, да. Люди к нам все еще приезжают, как видите. Становится их все больше и больше и больше. Пока продавать ничего не буду. Будем производить. Я думаю, что можно еще полей сделать побольше, на самом деле. Чтобы было больше овощей, например, тех же самых. И мы бы их с вами просто продавали, напросто, да. Давайте так и сделаем, значит. Мы с вами ферму еще одну организуем. И ферму сделаем здесь тогда. В принципе, нам бы еще пожарку поставили, наверное. Ну, я надеюсь, что у нас здесь поместится. Так, а вот здесь ферма у нас будет вот такая. Какая-то пока что еще не совсем. Ну, тоже небольшую такую сделаем. Давайте. Надеюсь, работнички найдутся. Кто захочет, они работают. И было бы... Было бы замечательно. На самом деле. Чтобы ребятки у нас с вами здесь тоже работали. Что ж, хорошо. К нам постоянно просто приезжают новые корабли с людьми, со всеми делами, как вы видите. И это, в общем-то, радует. Потому что работники нужны, работники важны. Так. Что у нас по рабочему месту? Поместительность. Ну, тут, как видите, да, нифига нету толком. Хотя тоже надо бы, чтобы все было. То есть, в принципе, мы с вами здесь можем поставить еще и... Плохое, допустим, рабочее место где-то, если бы оно поместилось. Но, к сожалению, не особо помещается. Ну, ладно, поставим здесь пару рабочих мест. Пускай будет. Они вроде как требуются сейчас. Нашему городу. Здесь, я думаю, что, скорее всего, ничего не поместится, кроме дома, возможно. Дом поместится здесь. Даже дом, к сожалению, чуть-чуть не влезает. Ну, ладно, ничего страшного. Мы с вами будем дальше уже куда-то расширяться, строиться. О, отлично. У нас с вами, смотрите-ка, что происходит. У нас с вами экономика пошла в гору. Ну, как в гору. Плюс часть монет, но уже все-таки плюс, а не минус, знаете. Это не может не радоваться. Замечательно. Чем больше домов, соответственно, тем больше налогов, естественно, будет так же, да. Сельское хозяйство. Плохие рабочие места также приносят налоги. Но пока, я смотрю, у нас просто обычные домики лучше всего в этом плане. Что ж, будем за этим наблюдать. Здоровье, все вот это вот. Главное, чтобы вода была, да. Ну, и, конечно, здоровье хорошее хотелось бы для наших ребяток. Поэтому поставим здесь еще давайте пару домиков. Они как раз нам требуются, в принципе. Я думаю, что здесь мы можем все позволить это сделать. Ага, у нас ведь даже денег на это не хватает. Мы можем взять залог, можем просто продать что-нибудь. Продать, я думаю, что это хороший вариант для нас. Опять же, производим сейчас. Ой, кораблик уплыл, не успел, да, ну ладно. Следующему кораблику продадим пока. Пока просто пофармим немножко всего. Да, следующего корабля. Корабли, как видите, здесь довольно часто приходят. Поэтому он уходит, собственно, следующий придет за ним. И можно будет уже совершить там разные всякие действия. Но пока что у нас с вами 71 человек в поселении. 126 монеток и монетки потихонечку плюс идут. Скоро будет третий уровень уже, кстати говоря. Замечательно. А вот и корабли, я же говорю. Они просто один за одним пребывают. Так, ну мы с вами продаем что? Мы с вами продаем тогда все, что делаем, да? Значит, давайте прям вообще много-много продадим. Четыре сотни здесь продать. Здесь мы с вами продадим вообще сколько? Девять сотен давайте. Еще немножко денег капнет нам с вами. И здесь тоже восемь сотен продам. Так, то получается 1700 у нас с вами есть. Но вот как раз для того, чтобы новенькие домики построить. Так, этим мы с вами сейчас и будем заниматься, в принципе. Ну, то есть мы, скорее всего, будем вот так в перемешку тогда ставить. Потому что тоже требуется для здания много всего интересного там, да? Чтобы у них все было. Так, хорошо. Давайте смотреть. Здесь у нас еще охватывает территорию небольшую. Здесь можно строить, да? Библиотека. Ну, библиотека, понятное дело, она работает. Только лишь на малую часть, на такую. Ну, ничего страшного. Так, пускай и будет. Потом где-нибудь еще поставим библиотеку. Еще поставим и так далее. Сейчас немножко денег подсоберем. Тогда. Вот. Но главное, сейчас смотрим сюда. Тоже можно ставить. Здесь я, наверное, сделаю сейчас дорогу еще одну. Вот в эту сторону. Ну, прикроем так дорожками все это дело. Так, здесь я бы тоже хотел дорогу сделать, на самом деле. И я бы дорогу сделал вот как. То есть здесь она сейчас у нас пойдет сюда, в эту сторону. Я дальше посмотрю, куда дорогу везти. Хочу сюда примерно. Ну, так, чуть-чуть, знаете, закруглить. Вот так, наверное, сделаю. Во. Все. Объездная, так скажем. Ну, и здесь можно дорожку провести тогда в эту сторону. Шикарненько. Все. Здесь у нас дома вряд ли поместятся, скорее всего, да? Что-то как-то, мне кажется, близко сделано. Было подальше делать, чтобы можно было там еще ряд ставить. Но это ничего страшного. А, тут у нас колодец просто стоит. Я к нему так и вел. Но мы с вами сейчас по-другому сделаем. Мы чуть подальше, чуть-чуть подальше. Вот так вот сюда сейчас. Вот так сделаю, чтобы точно дома поместились. Мне кажется, так должны поместиться. Давайте посмотрим, поместятся ли они. Нам нужно сюда зайти, нам нужно сюда. Да, помещается. Слушайте, отлично. Вообще шикарно. Давайте еще немножко домиков. Раз, два. И третий сюда поставим. Вот. Еще больше жителей, больше налогов. Больше, конечно, потребления. Но у нас производство супер хорошее сейчас. В том плане, что ресурсов хватает. Видите, 28 фруктов. Всего лишь 3 потребляем. Овощи 32 производим. Аж 4 потребляем. Мясо 13. 2 потребляем. Ну, в общем, все очень и очень недурно на самом-то деле. Продолжаем производить. Опять же, можно будет сделать еще больше. И, собственно, еще больше и продавать в том числе. Вот. Но пока, пока просто потихонечку наблюдаем. Вот беда. У нас с вами здание загорелось. Ё-моё. Так. Горит оно. Загорит. А у нас нет пожарки. Нужно пожарку строить. Но у нас, я боюсь, что нет денег для этого, да? Вот. Церковь у нас, мечеть появилась. Еще открыли тоже, да? С новым уровнем, получается. 2 тысячи. Ну, надо, получается, брать тогда 120. Блин, капец. То есть, она только снижает вероятность возгорания в ближайших зданиях. Но также может... А, не только, да, видимо? Там написано, она только снижает. Но, видимо, не только снижает. Но может справиться. И с пожаром по всей деревне. Блин. Надо брать... Ну, получается, надо идти сюда. Кредиты. Так. Сколько нам с вами нужно? Нам с вами нужен... А, это минимально 5 тысяч, да? Ну, на 120 дней давайте возьмем. Общая стоимость. Так, понимаю, если меньше. Ой-ой-ой-ой. Сумма ежедневных выплат... Да, да-да-да. Чего-то как-то многовато, конечно. На 180 дней по 48. Давайте попробуем так взять хотя бы. Получить кредит. Спасибо большое. Денег взяли. Конечно, переплата будет дичайшая. 3 с лишним тысячи. Но нам надо. Нам нужны деньги сейчас. Так, давайте строить пожарку. Срочно нужна пожарка, чтобы потушить пожар. Пожарная станция. Блин, а здрав... А, это типа здание уже не считается? Или что, и оно разрушится, если поставлюсь здесь? Но, кстати, довольно внушительный у него так-то радиус работы, на самом деле. Поэтому можно поставить куда-то вот сюда его. Оно и здесь захватится, и там еще у нас место останется. Давайте поставим тогда здесь, чтобы ничего не рушить. Все, пожарка будет здесь у нас стоять. Ну, подлично. Что-то там... Во, нифига себе, нифига себе. А вы пожар не хотите тушить, кстати говоря? Во, понеслась, понеслась работка. Так, тушите скорее. Тушите скорее. Пришли ребята и реально тушат пожар. Смотрите-ка. Отлично, казалось бы. Да, зачем нужны еще пожарные? Разве что не за этим. Здание под огнем. Да все, уже ничего не должно гореть. Сейчас они все справятся со всем. Есть у нас на продажу кое-что? Есть, да. Есть, в принципе. Но я еще, наверное, по временю покажу, что у нас тут еще новые домики, кстати говоря, строятся потихонечку, полигонечку. Они будут такие не очень, скажем так, в центре, да, на отшибе немножко. Но, может быть, зато дешевое жилье какое-то там у нас будет. Доступное, скажем так, да, доступное жилье. Вот, и все будет замечательно. Ну, денег, конечно, у нас сейчас лютые минусы идут, понятное дело. Это из-за пожарки, из-за всего остального. Так, а мы с вами можем тем временем еще, я думаю, что-то поставить такое, где мы с вами что-нибудь бы производили. Давайте здесь посмотрим. Мясо мало производим. Вот, надо что-то мясное производство какое-то еще сделать, я думаю, дополнительно, да? Было бы неплохо. Или зерно. Мы зерно тоже потребляем, но ничего не производим. Вот, надо зерно, кстати говоря. Давайте-ка зерно сделаем. Так, нам не сюда, но нужно быть сюда. Значит, здесь... А, мы не можем пока, да, его выращивать. К сожалению. Или вообще-то можем. Обычное рабочее место. Ну, это обычное рабочее место, но... Да. Или мы с вами на ферме можем поменять. А, мы здесь можем поменять. Хорошо, тогда ставим еще одну ферму и просто меняем под зерно. Вот и все. Сразу так сделаем. Вот тут, наверное, ферму сейчас сделаю. Посмотрим, как она будет. Себя чувствовать, скажем так. Дорожку немножко проведу сюда подальше. Чуть-чуть. Что плюс-минус понимать. Так, и мы с вами ставим тогда сейчас фермочку сюда. К ферму. Да. Большую можно будет сделать ферму хорошую. Вот такую какую-нибудь. Жесть, она даже куда-то под воду уходит. Ну, вот такую ферму и сделаю. Так, ферма готова. И здесь у нас будет выращиваться, давайте, вот зерно. Все отлично. Посмотрим, что получится у нас из этого. Ну, зерно уже как будто бы растет. И люди потихонечку приходят. Пока что среднее качество. Будет больше людей. Да, будет лучше качество, естественно. И мы с вами будем много-много зерна производить. Опять же, можно будет его потом продавать. Так, вода здесь есть. Ну, вроде как все, да? Вроде как, вроде как должно доставать. Доступ к воде есть. Все шикарно, шикарно. Итак, еще немножко домиков построим здесь сейчас. Как раз они будут попадать и сюда тоже. Ну, здесь вряд ли уже дотянется, конечно, на это строение замечательное. Но в целом, в целом все будет неплохо. Пару домиков. И нам бы еще напитки производить, в принципе. Я вот сейчас смотрю. Да, у нас не хватает как бы напитков. Специи тоже, да, можно было бы. Но вот напитков много. Ну, как много? Четыре единицы потребляем, в принципе. Поэтому надо что-то придумать с этим. Напитки у нас производятся вот здесь, кстати говоря, на ферме. То есть, нам нужно будет только специализацию поменять. Я думаю, что мы с вами сейчас чуть дальше здесь построим. Это дело как раз таки тоже. Давайте так и сделаем. Значит, нам нужно, получается, домашний скот. Вот здесь, да, у нас будет. И мы там будем напитки производить. Слишком... А, у нас денег мало. У нас мало денег. Ну, мы с вами вот такую сделаем. Не супербольшую. Пока производство такое. Сейчас поменяем сразу на напитки. Вот. Посмотрим, как они там будут производить. Что они там будут производить. Ну, и в целом, что у нас там происходит. У нас денег вообще с вами нет. Минус два, кстати говоря. Всего лишь навсего. Это при том, что я налоги маленько снизил. Ну, можно налоги пять приподнять. Чуть-чуть. Чуть-чуть. А это интересно, вместе с ежедневной выплатой... Да, возврат кредита 47,6 получается. Это вместе с этим минус два получается. То есть, в принципе, не так уж и дурно. Если нам продать кое-что, да, накопленное, то деньги-то мы с вами... Ну, как, не скоро, конечно, еще вернем. Давайте продаем немножко ресурсов. У нас вот мясо есть. Можем пять сотен продать мясо. Не так много денег, конечно, получается. Но так или иначе. Зерно производим тоже. Можем, в принципе, уже продавать. Пятьсот давайте продадим. Тоже совсем дешево стоит. Вот здесь у нас очень много. Тысяча пятьсот продаем овощей. Это, получается, пятьсот денег. Хорошо, продали. И фруктов тоже тысяча двести продаем. Это еще пятьсот денег. Ну, слушайте, неплохо. Две семьсот у нас с вами уже имеется, в принципе, да. И какие-то денежки появляются. Питихонечку-полегонечку. Так, сейчас напитки, я надеюсь. Да, производим. Не так много, но производим. Уже хорошо, значит, в плюс. Значит, хотя бы покупать не нужно будет, как минимум, да. Но там, глядишь, накопится. И качество, я смотрю, превосходное качество на ферме. У нас ничего себе, смотрите, кайф. Превосходное качество. М-м-м, вкусняшечка. Ну и везде тоже достойно, кроме пока напитков. Но напитки, я думаю, что сейчас тоже дойдут до того самого качества. Ну что, надо еще немножко зданий построить. У нас тут, смотри, требования, так сказать, поднимаются, да. Давайте и рабочие места. Рабочие места мы, кстати, можем построить и другие. Мы можем уже вот эти вот обычные, я так понимаю, да, даже построить. Хотя требований, как бы, к нему нет пока что, видимо. Ну ладно, тогда давайте будем ставить вот эти вот здания еще. Я бы жилые поставил. Так, я, наверное, рабочие тогда здесь это поставлю. Вот лучше с этой стороны, поближе, да, сюда. А там все-таки жилые здания добавим, потому что они тоже требуются у нас. Ну так, вот здесь как раз будет охват еще, в принципе, небольшой для них. А здесь не помещаешься, серьезно? А что, так? Надо здесь дорогу немножко переделать. Сейчас. Сейчас мы поправим сами, чтобы она помещалась. Так, я сделаю просто немножко в эту сторону. Попробуй, дорогой, вот так вот. А, она уже строится, в принципе, да? Ага, я тогда сейчас еще раз снесу тебя, подожди, снести. И надо притормозить на секундочку. Давайте-ка мы сделаем вот как. Мы сами уберем вот эту вот, да-да-да-да-да, сейчас. Поставим здесь. Так, не знаю, там поместится, не поместится еще? А, ну, так поместится, в принципе, если что, да? А, и так даже помещается, ну, отлично. Все, ставим еще один домик. Здесь тоже не помещается. О-о-о, сейчас словил, словил, почти словил. Было зелененькое. Отлично. Поместили еще все-таки, укомплектовали еще здание одно. Замечательно. Здесь тоже давайте еще одно жилое здание сделаем. Так, ну а здесь тогда, да, сейчас будем с вами делать здания рабочие. Вот эти пока, которые требуются. Тоже здесь. Так, 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 так. Нам бы с вами в эту сторону их повернуть, на самом деле. Так, подожди, поворачивайся. И сейчас мы вот так вот тебе аккуратненько, тихонечко. А, ну сейчас он не поставится, потому что как бы дороги нет, да? Угу, понимаю. Ладно, тогда сделаем дорогу. Ничего страшного, сделаем дорогу сюда. Вот так вот попробуем сейчас здание поставить. Так, помещается, помещается. Отлично, как раз то, что надо. Раз, два, три и четвертое здание сюда у нас пойдет. Вот так сделаем. Так, ну дорога просто здесь, тогда сейчас как-нибудь еще сюда тоже. Здесь чем-нибудь надо придумать будет такое. Просто так и сделаем, на самом деле. Все, пускай строятся тогда. Пускай строятся. Но мы с вами сейчас будем наблюдать. Так, здесь уже, к сожалению, не дотягивается пожарная, кстати говоря, станция. Надо в эту сторону строить, да, тоже. Будет всякие штуки. Ну ладно, я думаю, что нормально здесь все обойдется. Должно обойтись. Я верю в это. Так, и домики, все остальное. И нам бы, наверное, еще именно поля какие-нибудь сделать, да, для чего-нибудь. А мы с вами можем уже строить там всякие разные себе... Так, клиника, отделение полиции. Пока еще не можем, да, на четвертом муру нес. А, вот, вообще-то можем. Повар. Так, здание, где можно произвести различные напитки. Еще напитки. Дровосек. Где можно добывать дрова. Вот это хорошо, кстати говоря, портной. Одежду. Так, а допустим, ну хорошо, поставлю я тебя. И тебе, я так понимаю, вообще без разницы где стоять, да? Хоть здесь, хоть там. То есть ты просто будешь добывать что-то там, и все. Ну вот, хорошо, допустим, здесь тебя поставлю, что ты будешь делать. Низкое производство, но он будет производить, я так понимаю, нам вот это вот топливо необходимое, да? Я надеюсь, что сейчас рабочие там найдутся, наберутся, и производство потихонечку у нас пойдет тоже. Естественно. Так, что у нас по денежкам получается? Плюс сотка, кстати говоря, уже неплохо. Уже неплохо, уже соточка. Так, я думаю, что я чуть-чуть понижу налоги, чтобы счастье, так сказать, добавить нашим ребятам. Чуть-чуть-чуть понижим, так, сделаем. Не будем шибко низко их делать, конечно же. Сельского хозяйства я уже средние самые сделал, так что нормально, в принципе. Немножко наторговал, и денежки появились. Можем ли мы сейчас отдать с вами, может быть, кредит уже даже? Нет. 4 900. Немножко не хватает. Ну ладно, так иначе он с вами в плюс идет. Так что, может быть, накопим, скоро дадим, чтобы он нам больше, так сказать, не щекотал нервишки наши. Да, что здесь? Во, люди начали работать, и получается, среднее качество уже есть. Хорошо. Так, а что у нас здесь? Мы потребляем больше, чем производим, к сожалению, пока что, да? Ой, у нас специи кончаются, кстати. Вот нам бы специи еще бахнуть. Не мешало бы. Так, а специи у нас где производить? По-моему, тоже на ферме, если не ошибаюсь, да, на обычной. Давайте посмотрим. Так ли это? Да, 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 надо еще одну фермочку где-то... Ну, здесь можно поставить дальше, как раз будет. Так, фермочка, фермочка, фермочка. У нас что-то как-то немножко здесь все кривенько пошло, хотя... Наверное, в эту сторону тогда и будем продолжать, примерно, плюс-минус, да? Здесь колодец стоит. Ну, пускай стоит. Я еще сейчас здесь дорогу сделаю тогда, вот в эту сторону. Вот таким вот макаром, чтобы можно было здесь... Тоже как-нибудь все это соединить. Вот так вот. Ну, а ферму, да, ферма, наверное, здесь. Я сейчас и сделаю сейчас еще одну. Так, и мы с вами сейчас будем делать ферму. Здесь она пойдет. Вот такая вот. И там у нас будут специи выращиваться. Я думаю, такой будет больше, чем достаточно. Мы их сменяем на специи. У нас загорелось здание еще, смотрю, да? Но уже пожарные отправили сюда. Хотя, вроде как, особо не достают до туда. Но я просто думаю, что это влияние именно. Их не дотягивается, чтобы уменьшить шанс возникновения до пожара. Так, в принципе, они сюда доедут, потушат. Сейчас все нормально будет. Вот. И нам нужны новые здания. Это хорошо. У нас здесь есть немножко места между колодцем, так сказать. Точнее, будет колодец между зданиями у нас получается. И я даже здесь еще так дорожку проведу сюда. Сейчас. Вот сюда прям колодцу. Оп. Кайф. Ну что, еще немножко домиков. Еще немножко домиков. Давайте. У нас люди прибивают все. Я боюсь, что им с вами нужно будет сейчас тогда все вообще производство поднимать. Но ничего страшного. Поднимем. Для необходимости. Главное, чтобы домиков было больше. Чтобы у нас с вами были уже деньги. А деньги, кстати говоря, даже имеются какие-то. Какие-никакие. Так, здесь все работает или еще нет? Уже работают. Отлично. Среднее качество. Это у нас здесь специи. Да. Давайте посмотрим, что у нас по специям получается. 13. Все нормально. Главное, что есть перепроизводство. И значит, мы с вами сможем излишки продавать. Топливо тоже теперь даже больше производим, чем потребляем. И остается только одежда. Решить вопрос с одеждой. В принципе, нам не так нужно много ее производить. Но так или иначе, производить в любом случае надо. Что ж, по поводу одежды. Мы с вами тоже здесь что-то видели такое. Да, у нас где-то что-то было. Вот. Портной. Угу. Портной, портной, портной. Ну, можно куда угодно, в принципе, поставить. Хоть сюда, на самом деле. И тоже так же будет производство идти. Давайте посмотрим. Поставим сюда. Производство одежды. Да, вот должно начаться, когда люди будут у нас с вами. Сейчас у нас 151 человек, кстати говоря. Еще по денежкам. По денежкам. 200 плюс у нас с вами уже идет. Давайте-ка мы отдадим, наверное, тогда кредит. Который взяли. Что нафиг он нам нужен? Кредиты. Так, осталось 3000 всего лишь закрыть. Конечно, закрываем. Все. Кредитов у нас больше с вами нет. И денежки идут в плюс. Шикарно. 252 монеты в плюс у нас уже имеется. Можем немножко понизить еще налоги, я думаю, даже, да, по этому поводу. Чтобы люди радовались. Чтобы, так сказать, им буквально не приходилось, знаете, все карманы выворачивать на эти налоги. Ну, и так мы с вами в плюс все равно потихонечку выходим. Здесь уже, да, среднее качество одежды пошло у нас. Давайте посмотрим на наши ресурсы. Все. Перепроизводство, в принципе, всего есть. Но топлива маловато, конечно. Можно еще будет добавить лесорубов немножко, я думаю. И нормально будет, в принципе, в целом. Остальное тоже у нас с вами все в перепроизводстве. Поэтому просто копим, продаем. Получаем еще больше денег и так далее. Что ж, друзья, вот такая вот, собственно, игрушечка. Такой вот с градостроем. Как всегда, жду от вас в комментариях, как вам данная игра. Хотели бы вывести ее продолжение на нашем канале. Но на сегодня мы с вами будем заканчивать. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте комментировать. И, конечно же, мы с вами увидимся. Всем до скорого. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok